Сегодня вас угощает информационная столовая. Приятного аппетита! Во всех красках и подробностях наблюдать, как работают хирурги. Даже если вам и не доводилось лежать на операционном столе, хотя бы раз вы об этом задумывались. Ирландскими и британскими анестезиологами было проведено исследование данного вопроса. Изучая интра-наркозное пробуждение, учеными было охвачено в рамках исследования более трех миллионов процедур введения общего наркоза пациентам за последние несколько лет. На основании большого количества данных пациентов, ученые пришли к выводу, что возникновение данного феномена чрезвычайно маловероятно. Примерно один случай на 19 тысяч. Согласно свежей статистике, подавляющее большинство случаев пробуждения во время операции происходит либо в начале операции, либо ближе к ее завершению. Ученые склонны считать, что подобный опыт крайне редко вредит нервной системе пациентов, и что если интра-наркозное пробуждение и возникает, пациенты переносят его спокойно. Однако данные опросов говорят об обратном. Пациенты, прошедшие через интра-наркозное пробуждение, часто становятся жертвами травматических воспоминаний и тревожных состояний. Ученые утверждают, что причиной подобных состояний является использование анестезиологами миорелаксантов. Они создают некоторого рода паралич у пациента во время операции. Какова причина пробуждения пациентов во время действия анестезии? На данный момент причина пробуждения пациентов, находящихся под общим наркозом, для медиков остается загадкой. Но ученые все же выявили некоторые факторы, которые предположительно могут повлиять таким образом на действия анестезии. Одной из самых вероятных причин интра-наркозного пробуждения может послужить применение анестезиологам некачественного препарата. К тому же, различные виды наркоза применяются к разного рода хирургическим операциям. Невнимательность врачей, недостаточная компетентность могут явиться причиной пробуждения пациента во время наркоза. Например, если вследствие неверных расчетов в дозировках больному вводится недостаточная доза препарата. Помимо этого, анестезиологу необходимо учитывать индивидуальную реакцию организма пациента на разные составляющие препарата. Ведь некоторые анестетики организм может не принимать. Европейцы, например, более подвержены воздействию миорелаксантов, чем афроамериканцы. Пациенты рассказывают, что во время интра-наркозного пробуждения они в полной мере ощущали боль, вызываемую действиями хирургов. В дальнейшем психологическая симптоматика пациентов, переживших подобные состояния, сильно походила на посттравматическое расстройство. Рассказы пациентов изобиловали подробностями о том, как они легко могли слышать все, что происходит вокруг них. При этом они ясно все осознавали и понимали, о чем говорят хирурги. В таких условиях психика человека может не выдержать. Некоторые врачи, сталкивавшиеся с подобным феноменом в своей практике, говорили, что их пациенты иногда слово в слово повторяли диалоги, происходившие в операционной. Во время операции у таких пациентов наблюдалось ускоренное сердцебиение и сложности с дыханием. Медики объясняют подобные реакции тем, что при выходе из наркоза и во время операции, человек, находящийся на операционном столе, испытывает боль в полную силу. Сознание человека, впавшего в такой кошмарный полусон, находится в ловушке. Он ясно все осознает и чувствует, но сообщить об этом никому не может. Болевой шок и психологическая травма – это те последствия, которые, скорее всего, коснутся пациента, столкнувшимся с интронаркозным пробуждением. Ночные кошмары, депрессия, суицидальные наклонности и постоянное возвращение в мыслях о неприятном пережитом опыте. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. После такой травмы необходима неотложная помощь психотерапевта, особенно если данный опыт пережил ребенок. Ведь детская психика особенно уязвима. 90 минут безысходности и паники Жительница Канады Донна Пеннер легла на простейшую операцию, не предполагавшую каких-либо побочных эффектов и сложностей, так как проходила под общим наркозом. Донна глубоко вдохнула из маски и уснула. Очнувшись, она внезапно для себя обнаружила, что слышит разговоры хирургов и металлические звуки хирургических инструментов. Донна подумала, что операция только что закончилась, но на самом деле она только начиналась. От каждого движения медицинских инструментов Донна ощущала невыносимую боль. Страх полностью уступил место чудовищным нестерпимым болевым ощущениям. Попытки пошевелиться или закричать не увенчались успехом. Аппарат искусственной вентиляции легких задавал слишком медленный темп дыхания, который годится для человека, находящегося под наркозом, но никак не для человека, пребывающего в сознании. Донна начала задыхаться. «Я думала, что умру, и никто в мире так и не узнает, через что мне пришлось пройти», – вспоминала Донна Пеннер. В ходе современных исследований выяснилось, что в группе риска находится около 5% населения планеты. Все эти люди могут однажды проснуться на операционном столе без возможности сообщить о своем пробуждении. Тем не менее, точное количество подобных случаев назвать не представляется возможным, из-за амнезии, вызываемой действием наркоза. Вероятнее всего, если вы проснетесь на операционном столе, то постарайтесь пошевелить рукой или каким-нибудь другим способом сообщить хирургам о своем пробуждении. Все будет зависеть от того, какие анестетики вам ведут. У Донны Пеннер не было никакой возможности сообщить хирургам о своем пробуждении, поскольку ее препарат вызывал блокировку мышцы паралич. Зачем, спросите вы? Хирургу так удобнее работать, а вероятность пробуждения пациента совсем невысокая. Побороть действие такого препарата невероятно тяжело, но Донне все же удалось пошевелить несколько раз ногой. Но эти движения были объяснены хирургами как судороги. «Я не могла двигаться, кричать или открыть глаза. Я чувствовала себя беспомощной». Донна пережила эту операцию нелегко. Ее дыхание останавливалось, и врачи, возвращая ее к жизни, использовали аппарат для искусственной вентиляции легких. Сегодня ученые активно изучают особенности интра-наркозного пробуждения. В университете Вашингтона хранится 340 отчетов, посвященных этому вопросу. Пациенты, пытаясь объяснить себе свое пробуждение во время операции, иногда думали, что умирают. Это чувство преследовало их еще долгое время. Несмотря на то, что ученые сегодня достаточно подробно способны объяснить особенности работы мозга в различных режимах его активности, значительная часть проснувшихся пациентов остались недовольными объяснениями врачей. И похоже, что многие детали данного феномена еще долгое время будут волновать наше воображение и любопытство. Ведь где-то, в этих сумерках сознания, где-то между бодрствованием и потерей чувств, кроется главный ответ на самый животрепещущий и волнительный вопрос за всю историю существования человечества. Что дальше? Друзья, если вам понравился этот выпуск, поддержите его лайком и комментарием, подписывайтесь на наш канал и самое главное, всегда будьте в ясном и трезвом уме, ищите информацию и насыщайтесь знаниями. Субтитры создавал DimaTorzok